И вновь мы рады приветствовать вас на телеканале ТНВ в программе «Вечерняя игра. Мы» — это ее ведущая Лия Сергеева. Петр Нежинский. Очередной интересный гость у нас уже в студии. Заварен чай, приготовленные кости. Будем играть в домино. И сегодня играть с нами в кости и пить с нами крепко заваренный чай будет рок-музыкант, лидер группы «Хмельная ворга» Алексей Алексеев. Добрый вечер. Алексей, приветствую. Привет, ребят. Смотри, Алексей, ну, с вами подготовился. Костя уже. Я зарядился. Весь всех обогнал. Ладно, хорошо. Тогда мы сейчас подготовим себе тоже. Семь штучек, как положено. А кто будет кричать «Рыба»? Кто выкинет рыбу, тот и будет про нее кричать. Рыба не крикнет никогда «Рыба». Так, шесть, семь. Видимо, в домино ты играть любишь, практикуешь. Ну, когда-то вот дяденьки же любят на улицах сидеть. Вот раньше в советское время сидели, они били по столу, обшитому нержавеющей сталью, но потом всю сталь собрали на цветметку. Да, кстати, да. Я вот уже вспомнил, действительно, такие столы были. Чей ход? У кого есть 001122? Мой ход. Ну, все, начали. Так, хорошо, ответим. Алексей, сразу первый вопрос. Название группы «Историю возникновения» спрашивать не будем. Спросим только, что такое «ворга». Да, на самом деле всех интересует этот вопрос. «Ворга» — это старое русское слово. Оно последние места, где оно использовалось, это была Рахномангельская область и, наверное, Центральная Сибирь. Оно обозначает прогалину в тайге. Как правило, болоте стоит, потому что не растут деревья на болоте. И зимой эту прогалину, когда все замерзает, покрывают снегом, используют как дорогу. То есть «ворга» — это своего рода дорога. То есть такая путь. Такой вот условный путь, да. Но, насколько я знаю, есть еще и определенное сакральное тоже значение этого слова. Да, сакральное есть. Этим значением оперировали волхвы означает «путь к истине, путь к деве». Не знаю, почему дева через истину, и истина через деву. Ну так все всегда через женщину. Алексей, это нужно быть волхвом, чтобы это понять. Значит, все еще впереди. Надеюсь. Играете вы фолк? Да. Обычно, ну это достаточно редкое направление. Обычно у нас либо уж совсем этника, либо рок, там, поп и так далее. Вот почему действительно ни рок, не знаю, ни шансон, ни джаз, ни городской романс. Тоже хорошее, кстати, направление. Городской романс, да, отличное направление. Не знаю, так сложилось, что вот, кстати, в Казани фолк у нас тоже не очень развит, буквально пара групп, которые в этом направлении работают. Часто путают с этнической музыкой, но она тоже относится к фолку. А в чем разница, кстати? Ну, этника подразумевает, как правило, аутентичные старинные музыкальные инструменты, внешний вид участников тоже соответствующие. То есть, это какие-то старинные костюмы, а-ля старинные костюмы, естественно. Вот. Ну и песни такие, скорее, именно присущие тем временам, как-то вокально и по смыслу, они, наверное, к современному мало относятся. Это скорее такие композиции этнические. Вот. А фолк? А фолк, это такое многогранное направление, то есть, оно подразумевает некую стилизацию. Под различные направления. Фолк может быть ирландским, да, фолк может быть там славянским. Вот, кстати, самое парадоксальное, что группа Сектор Газа это тоже фолк. Удивительно. Да, я сам недавно узнал, был очень удивлен. Интересно, они сами знают, что они фолк? Я думаю, Юрклинских уже не знает. Не спокойный, да, не узнает, что это фолк. Ну, я думаю, он был бы не против. Правда, что в вашем репертуаре есть песни, которые уже тысячи лет перевалило? Да, мы... Это не наша песня, как вы поняли, раз ей тысячи лет. То есть, мы мешаем песни свои, русскоязычные, с песнями на старых, я бы сказал, даже древних языках, которые уже умерли. На них уже, собственно, не... Умерли плохое слово, но их уже не используют. На латыни. На латыни, на старо-бретонском, окситанский, это диалект южный, старо-французского языка. Языки очень интересные, и песни, именно колорит песни можно почувствовать, только исполнив эту песню на родном языке, потому что писалась она под определенный язык, под определенное произношение, и вот энергетика идет только на этих языках. Да, мы исполняем такие песни. То есть, получается, что, не будем говорить, язык умер, он используется несколько меньше, чем тысячу лет назад. Где вы берете эти тексты? Это, получается, какая-то работа в архивах, работа с местным населением, которые хранят все эти... На латыни. Ну, на латыни попроще, да. Как знать? На самом деле, очень тут важна фонетика, и я думаю, многие коллективы, кстати, многие коллективы, которые тоже исполняют эту песню, с произношением достаточно сильно страдают, и это не очень приятно. Я изучал просто французский язык, а старо-бретонский это как раз предок французского языка, и мне как-то попроще с этим ориентироваться. Вот. И мы исполняем... Я напряг несколько филологов по фонетике именно языка, чтобы понимать, как он звучит, вот, и постарался воспроизвести. Но, чтобы вы понимали, этнических инструментов нет. То есть, гитара, скрипка, флейта, баян, баян, да. То есть, инструменты, они вполне современные, но песни, они, да, старинные. Просто получается старинная песня немножко в новой аранжировке, так что ли? В фолк-роковой аранжировке, и она звучит более по-роковому, да. То есть, Алексей, получается, человек, вы достаточно дотошный, если вы, мало того, эти тексты поднимаете, еще и специалистов по этому поводу беспокоите и уточняете. Мне кажется, еще и изучается, о чем песня. Изучается, о чем песня? Песня изучается, переводы важны для понимания того, как эту песню преподносить. Но, скажу честно, переводы, они народные, то есть, они фольклорные. Вот русские народные, они тоже очень близки, ничего такого сверхъестественного. Ну, если там песня «Пей, Сидор, Лау», то песня про то, вот, Сидор, он такой хороший, он всех нас собрал за одним столом, пока вот весна в твоей душе, пей, Сидор. Вот такие слова, достаточно, если перевести на русский язык, достаточно близкие к нашим народным песням. Ну вот, Алексей, ты чуть-чуть ранее заикнулся на тему, что не так много этнических коллективов, фолк-коллективов, которые играют фолк-музыку в нашем городе, в Казани, да и вообще по России, я думаю, но сейчас они появляются все больше и больше. Да, сейчас это модно. Медвежий угол, по большому счету, да, вот наши местные ребята. И... Random Real, ныне фолк-фикшн, орландскую музыку играют. То есть четыре где-то... Три-четыре коллектива. Все равно не густо. Не густо. Я к чему спрашиваю? К тому, что вокалист и идейный лидер группы «Медвежий угол», Миша Бырин, он ищет старинные какие-то славянские песни. Вот у вас есть тысячелетние песни, а он такие же ищет древние, прямо славянские. Ну, кстати, если говорить об истории, то вот как раз почему-то наши старинные песни, именно на территории России, которые возникли, они вот особо-то и не дожили до нынешних времен, по крайней мере в центральной части, потому что те народные, которые мы исполняем, это все песни, ну, времен там гражданской войны, наверное, чуть-чуть... 100-150 лет. Не так давно, да. А Михаил, да, вот он делился тем, что как раз-таки занимается поиском именно звучания более старого, как правило, даже еще до использования музыкальных инструментов, песни чисто вокальные, длинные, такие грустные, как правило. Сгусы. Да, и как правило, мужского исполнения. То есть он вот рассказывал про что такое, когда 50 мужиков начинают петь какую-то песню, вот эту старинную, где-то в каком-то зычном помещении, и даже не дало посмотреть видео, но энергетика действительно зашкаливает. Да, ну слов уже там практически не разобрать. А откуда вообще вот это вот в тебе появилось увлечение, погружение именно вот в фолк, ну, я не говорю в рок-мус, именно в фолк, на этом остановлюсь. То есть это... ты здесь выступаешь не как артист только, а еще и как глубокий исследователь. Значит, это должно было затронуть как-то до глубины души. Ну, да, соглашусь, потому что мы... Зычно отозваться в твоем сердце. Вот так вот. Все верно. Все верно. Ну, вообще, на самом деле, любой творческий человек через призму какую-то определенную все это транслирует. Перед песнями мы, как правило, особенно когда новая публика, мы достаточно большие экскурсы проводим в историю, по истории песен, то есть как бы немножечко просвещаем людей. Я считаю, что искусство любое, не только музыка, должно нести помимо развлекательной нагрузки, еще и обязательно просветительскую, потому что просто ради развлечения попиликать, повеселиться, потопать ногами. Ну, иногда нужно, но не так полезно, как если это еще просвещение. Когда ты под очередную песню расскажешь хорошую душесчипательную историю, и в самой песне тоже, да. А приходят все к этому, я думаю, наверное, одним простым путем, через взрослея мы что-то впитываем от своих родителей, от бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, очень рад за тех, кому удалось пообщаться со своими прадедушками и прабабушками. Вот, через них это приходит, через культуру, вот эти вот какие-то напевы, образы, да. Как правило, все старинные песни, они связаны, львиная доля их связана с природой. То есть, это воспевание родного края, кстати, вот татарских я слышал, татарские песни колыбельные, которые, между прочим, мало что имеют общего с татарской современной эстрадой, даже такое ощущение, как будто и не татарский язык вовсе звучит. А вот настолько напевно это вот как-то транслируется, что, ну, прям завораживает. Это вот, и потом, когда спрашиваешь, что же это за песня, говорят, это вот старинная песня, там, которой много лет, даже там, уже с какими-то диалектами ее надо правильно петь, которые до нас не сохранились. И вот через это все, наверное, каждый человек, он впитывает, потому что нельзя же научить человеку творчеству, нельзя научить писать стихи, можно научить правильно подбирать рифмы, наверное, но нельзя научить выражать какой-то определенный смысл, что-то понимать, принимать, смотреть, слышать, видеть. Это все, скорее всего, связано, наверное, больше с предками и с природой. Да, вот мы продолжим разговор об этом чуть-чуть попозже. Алексей, мне так хочется, чтобы ты на французском сказал рекламу. Я не знаю, как на французском. А зато знаю я. La reclama. А чей у нас ход? Продолжается наша вечерняя посиделка. А я сделал ход, да. А значит, на свою голову спросил сей ход. Да, задали вы мне задачу. Молот Тора фактически мы выкладываем. Вот именно он сейчас и произошел. А на концертах все равно публике же надо как-то понять, о чем песня. Потому что сейчас тут тысячелетней давности будет на старо-французском песне. Как-то объясняется? Сейчас мы споем про... Или публика уже подготовлена? Нет, историю песни я вот уже сказал же ранее, что мы рассказываем историю песни. Это прямо вот во время концерта? Да, перед песней. Небольшой экскурс о сути этой песни. Иногда с несколько таким шуточным уклоном, потому что песни достаточно такого интересного содержания. Я еще раз говорю, они народные для них, но для нашего уха они иногда немножко нестандартные как-то. Ну, тематика примерно та же. Да, все это рассказывается. Иногда под песней рассказываются совершенно истории, как сказать, именно не относящиеся к самой песне, как к композиции, а истории, которые послужили предвестником этой песни. То есть вот есть у нас, например, песня «Ветер кнут» называется, и очень часто рассказывают, чтобы люди понимали, от каких впечатлений рождаются такие строки, такие ноты. Это про Волгу. То есть песня про Волгу, про наши Волжские острова, то, как там хорошо. То есть вот нашими глазами, глазами ребят из коллектива взглянуть на это все через музыку. То есть и люди, уже зная заведомо, о чем эта песня, они уже прямо с самого начала уже совершенно другие пейзажи себе представляют, чем если бы мы об этом сказали в конце. Вы направляете немножко. Мы направляем, да. А в группе Алексея у тебя все такие же вот ребята идейные? Увлеченные. Или ты их увлек всех? Собираетесь у костерочка, накидываете шинельку. Ну, как сказать. Вообще у нас, вот, начнем с того, что у нас коллектив это прям дружба народу. То есть у нас марийцы, чуваши, башкиры, татары, русские. То есть у нас вот прям все, такой прям этнический сплав произошел. Причем ребята раньше играли музыку-то разноплановую. Поэтому вот когда мы все это слили воедино, у каждого свое видение, и вот мы все это сплавляем, и получается. Сразу говорю, что мы пока не записываем студийных записей, мы все пока выдаем на концертах. Потому что, вот, кстати, фолк-музыка, как и любая другая, я бы сказал, даже может быть народная, она вот вживую всегда принимается гораздо интереснее. Это такая вот маленькая наша хитрость. И стараемся работать в этом жанре. Ну, долго мы говорим про музыку. Да. Давайте уже слушаем музыку. Гитара. А. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но это и должно быть Потому что не лишены мы этого всего с вами Куда от этого деваться И некоторые песни должны именно так звучать Выйти можно хоть в майке, хоть по пояс голой Это не суть А вот в таком контексте хорошо Кавер и новое прочтение Насколько это разные вещи Ну мы стараемся Несколько свое Видение Ну во-первых, современные музыкальные инструменты Накладывают свой отпечаток Это все-таки не старинные Немножечко по-другому приходится играть Я бы сказал, менее даже богато Чем если это сыграть, там, большим хором этнических инструментов Но это позволяет как раз-таки появиться Несколько такому более роковому звучанию Которое Вот опять же, чтобы охватить большую аудиторию Потому что молодежи больше нравится роковое звучание Людям повзрослее Более фольклорное Бабушкам вообще, наверное, баян понравится Больше всего И он есть у вас? И он есть, да У меня вот такой вот вопрос, Алексей, возник В свое время известный тебе товарищ Ревякин уходил в тайгу Чтобы погрузиться и пропитаться, скажем так, вот этими вот эмоциями Настоящего какого-то древнего витязя, скажем так, да Не возникало у тебя желания что-нибудь вот такое вот отчудачить? То есть не просто посидеть на кухне за чашечкой чая и попредставлять, как вот это вот Как вот это вот, например, вот мечом-то махнуть-то по сырой земле Да, по бороге, прям в тайгу И на месяцок в землянку Да это все хватало Я по молодости-то увлекался по детству пешеходным туризмом Поэтому по лесам-то подолагу я находился То есть это по пешеходной переходке, что ли, вот туда-сюда? Нет, я имею в виду палатки, костры гитар Начинал вообще с бардовской песни И это все было А сейчас как раз-таки вот пытаюсь и всем рекомендую находить какие-то вот такие По какой-то просветлению в том, что есть вокруг нас, здесь поближе, рядом У нас есть Волга То есть не надо никуда далеко ходить От общества тоже бежать не стоит Ни в коем случае за красотой не нужно ехать в Египет или на Гуа Она есть у нас здесь чудесная Просто надо это уметь разглядеть Да, немножечко все как-то у нас серенько здесь У нас есть весна-осень, когда все так голенько, не очень Но надо и в каждом времени года, и в каждой местности находить свою красоту И любить ее самое главное То есть не ехать за денежки куда-то смотреть на красоту А совершенно бесплатно здесь любить А то получается, что то, что там далеко мы все любим, а то, что здесь у нас поближе Ну, мне кажется, это так давно у нас повелось Сложилось Я знаешь, к чему веду ты на самом деле? Я-то знаю историю написания одной песни По-моему, «Мечи и топоры» «Топоры и мечи» Вот, расскажи об этом Как раз про погружение, про прочувствование Она, как и... Ну, все песни требуют определенного какого-то погружения или предыстория Тем они и ценны Тем они и ценны Да, у меня есть один знакомый кузнец Даже не один, их несколько, но вот самый близкий Янова зовут Кто из нас может сказать, что у меня есть знакомый кузнец? Кузнец, я вообще считаю, это секс-символ практически Для женщин должен быть Да, и как-то я устроился к нему в кузню Работать с молотобойцем Для того, чтобы вкусить Что же такое? Для души Вот я сейчас расскажу, что, да, работа очень тяжелая То есть, не современными приспособлениями, да, там, пневмомолотом А вот именно вручную Поработать Это вот так в кино показывают Вот, да, да, все верно Насмертные Вот примерно так И помахав минут 15 пятикилограммовой кувалдой Я понял, что кузнец-то я не очень знатный Это тяжело, действительно тяжелая работа Жарков, пот, брызги Зачем тебе это нужно? Надо было ощутить, вот, что ощущает кузнец И еще все это применить к нашему времени Потому что профессия кузнеца сейчас несколько видоизменилась И что в итоге Я-то хотел, как раз думал, что получится песня Вот вставайте, люди русские, там, и все такое Но получилась-то песня о том, что Не то сейчас кузнецы так уют Не то То есть вот все больше оградки для кладбищ Да, декоративные подковы А хочется-то им ковать мечи до топоры Парала И все-таки за полное погружение То есть вот все по Станиславскому Да, кстати, вот Станиславского, Инна Заштейна То есть от Ралли и искусства тебе тоже Я уже читал, мне было интересно Вы не вздумай писать песню про Бурлаков на Волге, а Она уже есть Но она не про Бурлаков Потому что вот так Она называется «Река» Песня очень трагичная И когда вот начинают спрашивать О чем эта песня И сразу начинают А это вот, наверное, про Бурлаков Я говорю, ну, конечно, песня с таким тяжелым исходом В конце Исполняется, кстати, под гусли Вот Это действительно Это ж такой Редкий и уникальный инструмент Ну, в Казани у нас Не побоюсь этого слова На данный момент три гусляра Есть Три, да Это Молодой юный парень Володя его зовут Миша Вырин И я Мы играем на гуслях Поем немножечко разноплановые вещи А говорят же даже, по-моему, если я не обманываюсь Не играют, а в гусли гудят Гудят В гусли гудят все время Ну, слово «гу» Оно и означает «звук» Это старое тоже славянское слово На гусли гудят Все верно А вот есть ли вас всего трое сейчас у нас Как умудрился гусли вообще освоить? Самоучка гусляр? Парадокс, но инструмент осваивается очень быстро Поэтому он и народный, собственно говоря То есть он настолько завораживает И настолько хочется на нем играть, играть и играть И вот именно на импровизацию на какую-то Он вот тебя толкает Вот именно завораживает этот звук Генетическая память срабатывает И гусли начинают гудеть сами Вот, у Петра правильное предположение Алексей, а какие-нибудь хулиганские песни, катаржанские? Ну, не без этого У тебя просто образ такой, да? Ты там в шапочке Сегодня к нам пришел в такой кепе Кепе Да, такой вот как бы в темном периодке Ты явно песню явно не будешь петь Как будто бы Это же все народная тематика Без нее никак И когда-то звучания должны быть разные И не только вот этническое, да? Ну и такое, скажем, что-то поближе к Сергею Санычу Есенину как-то вот по такому, да? У него тоже есть хулиганские стихи Это тоже на самом деле фолк Это тоже нам очень близко И есть такие песни Они такие социально напряженные Я бы так сказал Немножечко так вот Гражданскую позицию какую-то свою определенную Показывают, доказывают Все оценивает слушатель То есть наше дело показать И их дело принять Ну мы об этом еще поговорим Про социальную позицию Про скоморожничество немножко Мне тут захотелось тоже тебя узнать Как вот ты считаешь Все-таки музыкант, творец, певец, поэт Гусляр Должен ли он творить на потребу публики Ну где-то даже можно скатываясь Вот в какое-то такое вот скоморожное хулиганство Либо все-таки вот оставлять Ну свой стержень, да? Уважение к прошлому И это передавать людям То есть таким связующим звеном Меж поколениями Ну вот как и говорил чуть ранее Только развлекательную нагрузку Не хотелось бы видеть в творчестве В любом, не обязательно музыка Да, только развлекательную Хотелось бы конечно Чтобы что-то отражало Кто-то может быть понял метафору Кто-то не понял метафору Но какой-то вот мысль какая-то Осталась в голове И возрождая как бы вот И кстати вот надо сказать Скоморожество, шуты и скоморохи Это ведь не просто развлекающие люди Они иногда очень так остренько Могли подметить очень важные вещи И как раз таки народу В виде потехи Это все преподнести Поэтому наверное все стороны важны Но самое главное Чтобы вот отсутствия чего-то не было Чтобы однобокости не было А какой-нибудь самый запоминающийся концерт На вашей творческой жизни уже был? Да на самом деле Концертов-то не так много Потому что и публику достаточно сложно набрать Тяжело воспринимает ну такого рода музыку Лучше всего проводят квартирники И вот кстати говоря о квартирниках Это вот отдельное спасибо тем людям Которые пытаются возродить эту традицию Которая кстати в нашем городе Ну никогда не была особо популярной Но вот есть у нас коллектив Носковых бэнд Они сами играют рок-н-ролл Но они проводят квартирники Для разноплановых коллективов Приглашают, собирают людей Атмосфера реально кухонная То есть все сидят, человек 40 Все вот, все вроде чужие, но все свои Вот эти концерты самые интересные Потому что очень близкое тесное общение с публикой Никто ничего не стесняется Никто не стесняется показаться каким-то может быть там неэтичным Каким-то может быть таким вот в общественном месте Поэтому самые теплые, самые мощные концерты Всегда идут вот на таких мероприятиях Чем ближе, тем теплее Концерты большие, хороши своим, конечно, колоритом Там и звук другой, да, там и подача, другая сцена большая Вот, кстати, вот 8 апреля пройдет у нас большой фолк-концерт У вас там фестиваль целый запланирован? Да, приедут разные коллективы Медвежьи, Голымы, Исколы, Тастамбова Будет на что посмотреть Вот это колоритие, чтобы ощутили А потом могут для сравнения сходить на квартирник И вот сам зритель поймет, в чем разница А я вот прямо сейчас, Алексей, предлагаю из студии Шагнуть в очередной просмотр Шагнуть в очередной просмотр Шагнуть в очередной просмотр Шагнуть в очередной просмотр У нас сегодня в гостях в вечерней игре Говорим о фолк-музыке И не только И играем в домино Алексей, я вот человек наблюдательный Я вижу, у тебя какой-то интересный амулет висит на шее Ну и вопрос у меня от этого складывается такой Веришь ли ты в какие-то знаки? Видишь ли ты их в приметы в конце концов? Я думаю, что все люди верят в какие-то определенные знаки А если не верят, то потом начинают в них верить Когда знаки такие достаточно существенные Да, конечно, верю Бывают такие очень интересные, запоминающиеся Может быть, раз в жизни случающиеся вещи Вот у тебя в жизни такое знаковое событие Было? Ну, для меня, как человека, связанного с фолком И вообще вот с несколько такой славянской, что ли, культурой Но и скандинавской тоже Многое имеет значение птицы, соколы в частности И однажды у меня произошла интересная встреча с ястребом Пусть не сокол, но, скажем, птица примерно того же плана Подраненный ястреб Три раза я приходил на охоту на утку И три раза этот ястреб выходил ко мне То есть сначала я решил доверить природе, разбираться с этой ситуацией Но когда это случилось второй раз, когда это случилось третий раз Я уже понял, что, ну, как бы вот птица, она сама хочет, чтобы я ее, в общем-то... То есть ястреб за тобой ходил? Ну, я менял место дислокации, и каждый новый день он все равно по траве То есть он пешком по траве, крыло у него было подранено, он приходил ко мне И, собственно, так он у меня и очутился И был у меня большой пост в соцсетях Как ястреб Петруха ко мне лечиться ходил Всем очень понравилось, все просили повторить вот этот рассказ И я часто рассказываю это все Кстати, вот тоже элемент русского народного творчества Все истории так и рождаются То есть была история, потом она обросла еще немножечко легендами А потом еще и приукрасили И так у нас вот рождались, наверное, многие вещи Ястребы выходил, вылечил, отпустил Но и с тех пор, на самом деле, в моей жизни очень много чего изменилось То есть я вдруг понял, в каком направлении мне нужно двигаться То есть вот это вот фолк как раз и оттуда и пошел, можно сказать Да, и фолк, и творчество, и вообще взаимоотношения и с окружающим миром, и с людьми, и вот с вами Классно, классно Да, была такая история А вообще животные к тебе тянутся? Я люблю животных, но, знаете как, такой несколько своей любовью Во-первых, я люблю животных диких Домашних животных я почему-то не очень люблю Потому что считаю, что они как-то не совсем Диких созерцать или диких? Нет, я, конечно, охотник Но зря думают те люди, что многие люди, что охотники жестокие люди На самом деле они о природе знают гораздо больше тех, кто держит домашние животные Это вот был один случай Девушка сказала, я люблю очень животных, у меня кошечка Я говорю, ну расскажи про кошечку А как же вот, ну она рассказала, я говорю, ну вот весной-то кошечка-то ведь мучается Ты ведь ее тиранишь, не пускаешь на улицу-то Она говорит, нет, я ее стерилизовала То есть для меня это живодерство Добрая девчонка Для большинства людей это любовь к животным Вот моя любовь к животным, она заключается в том, что нужно созерцать И знать, наверное, о их жизни побольше Ну то есть ты, смотри, ты такой человек, ты любишь выходить именно, как говорится, в лоно природы Да, вот это, отдохнуть свежего ветра, глянуть на чисто поле и этим проникнуться Да, это все верно, потому что масштаб очень большой Нет ничего более масштабного в нашей вообще жизни, чем окружающая нас природа Во-первых, как элемент нерукотворный Завораживает? Завораживает, однозначно Во-первых, я считаю, что истинная красота, это красота нерукотворная То есть то, что создала природа вот таким вот где-то хаотическим, хаотичным путем И мы восхищаемся всем этим, это и есть истинная красота А человек в своих делах, он, наверное, уже перенимает и повторяет какие-то моменты И считаю, что вот детей приобщать к добру, к красоте нужно начинать Еще, кстати, до искусства, потому что маленький ребенок не поймет, например, песен на хмельной лорге Но ребенок сможет оценить, какая красивая бабочка Или какой красивый листочек вырос на дереве И если он полюбит все это, он никогда в жизни не сорвет, не убьет, не испортит Никогда, то есть он это все будет делать Если даже придется это сделать, то он сделает это с каким-то, ну, например, выкорчевать дерево, которое мешает строить дорогу Но это будет с большим сожалением, он будет это переживать И это отразится вообще на его характере Напоминает мне фильм «Аватар» Да, а, кстати, фильм-то он, в общем-то, и об этом Там глубокие сакральные символы везде существуют Да, это хорошо, Алексей, ты плюс к тому еще и дайвер, я знаю Я подводной охотой занимаюсь, да И надводной, и подводной Ну да Надеюсь, под водой никакая рыбка к тебе не прибивалась? Спаси меня, пожалуйста Там под водой работы, к сожалению, хватает и без обращения рыб, потому что много сетей Вот, в свое время я случайно, ну, как говорится, случайности не случайные Так и произошло, в общем-то, мое с тобой знакомство, скажем так Под водой познакомиться? Под водой, да Мы догоняли русалок, и тут появился Алексей Резвились на плесе На плесе, да Ты снимал, ну, такой любительский, но репортаж про Голубое озеро, по-моему Да То есть тебя вот эта проблема тоже очень волнует, и меня было просто, ну, реально интересно смотреть Это некое такое журналистское расследование Не только про Голубое, еще и про острова наши, волжские, тоже были у нас эпизоды С Костей Шишкиным, с оператором мы снимали Просто хотелось донести, еще тогда не было понятно, проблема это или нет Просто хотелось донести вот такую ситуацию Во-первых, у нас полтора миллиона человек в городе, и, я думаю, 90% из них просто очень редко бывают на природе, и особенно вот близ Казани Как я и говорю, далеко за красотой ездить не надо, она вся рядом И хотелось просто немножечко привлечь внимание, сделать такой вот репортажик любительский Вот рассказать о том, вот что происходит Может быть, где-то лишнюю панику подняли, может быть, даже так Но все равно лучше перебдеть То есть дальше это не пошло пока, вот, может быть, или может быть? Вот, может быть, не может быть, давайте чуть попозже выясним рекламу сейчас на ТНВ Смотрим Вот сейчас за время рекламной паузы Алексей Алексеев нам очень интересную вещь рассказал Про цветы, которые надо срывать, но при этом не срывать Ну-ка подробнее, пожалуйста О традициях мы решили поговорить Да, о традициях и вот тоже о воспитании тоже вот подрастающего поколения Кстати, много сейчас у нас очень государственных программ, которые ориентируют людей Много очень патриотических, почему-то военных Но я вот со стороны цветов хочу зайти То есть у нас вот был не так давно 8 марта, да? И женщины привыкли получать цветы в этот праздник, действительно, все хорошо Но, к сожалению, цветы-то у нас львиная доля сейчас покупные И вот этот вот сакральный смысл, вот этот вот подтекст между строчью вот эти, да? О цветах, оно уже нечитаемо Пошел в ларек, купил цветы, подарил дарю А как должно же быть? Да, а как должно быть? Пошел на поле Нет, не так, не так Подумал, где же у нас, значит, луга, на которых есть красивые цветы На которых нет снега, как минимум Уже проделал немалую работу Ну нет, я не про март говорю, а в целом Понятно, что в марте цветов нет, да Ну и подснежники скоро будут Но их нельзя срывать, они в красной книге Пошел на поле Узнал, где поле Уже проделал огромную работу, потому что ведь это надо уже географическое исследование произвести, да Пошел, приехал на поле или пришел Выбрал цветы И самое главное, когда ты ползаешь на коленочках по полю Рвешь эти ромашечки То ты не можешь это делать с какой-то тревогой или с какой-то злостью в душе Просто не получится Я вас уверяю, как человек, неоднократно это делавший Даже когда ты приходишь туда с плохим настроением Процесс этот настолько тебя умиротворяет Что когда ты даришь этот букет Он уже заряжен положительной энергией То есть этот букет, это не просто букет, купленный за пять минут Это букет, на который потрачено час Час твоего времени Час твоей доброй энергии Улыбка И ты уже все на свете всем все простил И себя за все простил И цветам этим умиляешься И их даришь И вот в этом их истинная ценность Не просто быть правильным романтиком Да, но это традиция Вот надо сказать, что вот здесь о традиционности Вот эта вот традиция, что сила вся цветов Она вот именно в энергии Вот в этой вот мужской Да, уже, к сожалению, забыта Энергия монетизированная Пошел, купил, подарил Ну, немножечко уже не то И мне бы хотелось, чтобы, да, мы это, конечно, понимали И букетику из одуванчиков Мне бы хотелось, чтобы радовались Намного, во сто крат больше Чем охапки расфуфыренных роз Вот, наверное, так Хороший посыл, а Особенно расфуфыренных Я понимаю, что это хорошо Расфуфыренных роз Ну, розы, они такие Какие-то еще традиции Может быть, интересные? Да, на самом деле, традиций-то у нас много Они, к сожалению, вот забываются Забываются и не перенимаются Должным образом Но хотя сейчас это стало Но ты следуешь сам вот каким-то традициям Таким вот Я следую традициям, знаете, каким Вот тоже до эфира был разговор о ряженых А неряженых, да Что можно нарядиться как угодно Но ты не станешь таким Ты будешь только казаться таким А вот традиции, которые можно применить к современности Они, конечно, должны иметь место здесь Обязательно самосовершенствование Да, вот традиция преодоления себя Самосовершенствование Не обязательно интеллекта, да Не только я имею в виду интеллекта И тела тоже, и духа, и знаний То есть все, в чем мы идем в этой жизни Особенно с малолетства Это все совершенствование И это на самом деле традиция Традиция уважать природу Традиция почитать старших предков Это тоже все традиции Вот куда ни глянь, у нас все традиции Главное вот вычленять их правильно И делать более актуальными Более современными Как тебе кажется, какой самый страшный недостаток у человека? Самый страшный недостаток? Сложно сказать Ну, мне кажется Применительно вот Универсально, да, чтобы сказать Невежество, наверное Какое-то невежество И какая-то неспособность Быть благодарным за что-то Неважно кому Если оно того требует Это вот, наверное, невежды На мой взгляд Самые такие неприятные люди Не будем разбирать эти малые слова Вежа Невежа А то мы уйдем еще на 8 часов Почему бы и не уйти? Ну, поехали Тогда поехали дальше уходить на 8 часов Это мы за кадром уже уйдем на 8 часов в митимологию А мне вот любопытно В школьные годы, когда был ребенком, подростком, юношей Я еще был пионером Я был пионером Я успел еще застать пионером В те времена тоже был такой интерес к традициям, к истории, к корням? Или это потом появилось с возрастом? Ну, это раньше же была идеология Пионерская, Октябрянская организация Кстати, зря, что их упразднили Они действительно воспитывали ребят Это было хорошо Немножечко была другая идеология Но традиции всегда были такие Но это должно быть все-таки из семьи Мне кажется, я предвкушаю немножко вопрос Лии А семья это однозначно Потому что с молоком матери начинает уже что-то вливаться И родители это первый пример для детей Да, у меня достаточно музыкальные родители Они всегда исполняли народные песни Я всегда их слушал и пытался даже подпевать То есть наверняка какие-нибудь праздники Вся родня съезжалась с хлебосольным столом? Я уверен, что у всех примерно так И вообще, кстати, это наша местная традиция Не только, кстати, русская Абсолютно у всех народов Ну, в частности, по Волжье Марийцы, Мар-2, татары, чуваши У всех застольная песня Обязательно То есть песня, она всегда нас объединяла И я даже больше скажу Если копнуть дальше, пойти, да, уже куда-то туда За Скандинавию Всем известные спартанцы Воины, да То есть люди, которые могут пожертвовать жизнью Для них это честь Ради защиты своей родины У них играть на музыкальном инструменте И коллективно исполнять песни Это было обязательно Они все умели Они пользовались музыкальными инструментами и пели У них это был элемент сплочения коллектива перед боем Вот Такой вот интересный факт А вы как-то коллективом сплачиваетесь перед боем? Перед выступлением? Да У нас такое есть Есть обязательно торжественная речь Я догадываюсь, кто ее произносит Вещаю Ребят настраиваю как раз на то, чтобы они отдали себя без остатка Потому что вот именно фолк, да, и вообще народ На самом деле, любая, наверное, музыка, творчество любое Оно подразумевает отдачу То есть, если не произошло отдачи Если после концерта ты не чувствуешь себя опустошенным Значит, ты, наверное, где-то соврал Значит, ты, наверное, где-то недодал И мы не делим публику на тех, кто заплатил 500 рублей за концерт Или на тех, у кого там нет, допустим, 500 рублей Те, кто пришел нас послушать где-то, может быть, в акустической версии Не имеет значения Каждый слушатель ценен То есть, получается, на концерте ты отдаешь А как же многие музыканты говорят, что я заряжаюсь от зала, я подпитываюсь Да, это такой обмен, знаете, происходит энергия Они нам отдают тоже свою радость, свое добро Может быть, где-то свое, наверное, даже восхищение и одобрение А мы им, в свою очередь, отдаем именно какую-то определенную мысль и атмосферу Потому что музыка создает атмосферу, стихи доносят определенную мысль Вот в этом происходит как раз круговорот энергии в зрительном зале И очень даже порой, чем хороши квартирники, да? Что нет вот этой ступеньки между сценой и не сценой То есть, вот этот вот барьерчик отсутствует И ты вот находишься прям как на кухне среди А нет ощущения, что вот именно вот этот фолк, именно вот эта стилистика Она все-таки ограничивает Потому что вот зарядить стадион И чтобы целый стадион проникся этой музыкой Этой тысячелетней песней, это намного сложнее Ну, вопрос хороший На самом деле разные способы есть Ну, то есть, можно сделать ее более роковую Можно вообще ее сделать более джазовую А хочется делать ее более роковую? Хочется ее исполнить так, как она больше вот подходит нам, наверное Всему коллективу Потому что... У нас, кстати, были прецеденты Когда мы выступали на чисто хард-рокерских концертах То есть, там собирались такие металюги, молодые ребята И мы выходили на сцену с той песней, которая уже прозвучала Вообще стола на старобретонском языке И все, и она сразу всем нравилась И даже пытались подпевать, но старобретонского мало кто знает Поэтому подпевать не могут, к сожалению Не просто быть полк-исполнителем А ты верующий человек? Ну, знаете, как сказать? Вот не могу сказать, что я не верующий И не могу сказать, что я верующий Потому что для меня вера Это скорее, наверное, все-таки сплав традиций прежде всего Традиции Но это уже ближе к язычникам И та культура тоже где-то глубоко, наверное, сидит Все наши предки, они были язычниками И понятно, что никто не уверует в какого-то дедушку на небушке Который повелевает тучами и так далее Но сохраняют традиции Которые помогают, опять же, сохранять семейственность Сохранять лад в обществе Помогают воспитывать детей Нести им какой-то свет в голову Это же все традиции И это очень ценно А вот какая-то вот такая жесткая религиозность Она, к сожалению, уже начинает отгораживать Вот такими определенными заборчиками Вот все другое, что есть К сожалению, может быть, я ошибаюсь Но, на мой взгляд, так Поэтому традиционность во всем вот этом Она мне очень близка И я с удовольствием ее беру Ну, вот снова фактически пролетело Ну, не фактически, пролетело Традиционно, мы сейчас будем говорить Слова благодарности Спасибо большое, Алексей, что пришел к нам в программу Ну, мы, как обычно... А игра зашла в тупик А это тоже наша традиция Да, в тупик Было очень интересно Я думаю, нашим телезрителям тоже было очень интересно Найти также можно просто, я думаю, в соцсети Да, все есть соцсети Ищите Кто ищет, тот и найдет Хочется сказать, берегите традиции И придумывайте свои Золотые слова Это была программа «Вечерняя игра» Увидимся Пока Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok